дорогие друзья с тех пор как человек приобрел способность к прямохождению стопа стала исключительно важным органом нашего тела но это и не удивительно она первая встречает гравитационную нагрузку и далее участвует во всех биомеханических процессах нашем теле в ней в этой стопе сходятся все линии статодинамических и кинематических цепей и от того как функционирует этот орган зависит в дальнейшем все и как работает наш желудок и как мы хорошо слышим видим как мы хорошо двигаемся и даже учимся на сегодняшний день очень многие специалисты занимаются проблемами стопы и плосковальгусная стопа плоскостопие галюкс вальгус это такие термины которые знают на сегодняшний день даже те люди которые никогда не занимались медициной и вообще в ней ничего не понимают сегодня стопой занимаются очень многие специалисты и в конвенциальной медицине и в холистическом направлении стопу оперируют стопу ортезируют стопой занимаются с начиная с самого маленького возраста и до самого глубокой старости но чтобы мы не делали со стопой нам всегда нужно учитывать что всегда есть реэдукация всегда есть реабилитация всегда нужно использовать определенные упражнения для того чтобы восстанавливать нормальную биомеханику стопы и даже если ваша стопа здорова как профилактику мы рекомендуем делать определенные упражнения и сегодня наш специалист валентина петровна лешенко вместе с нашей ольгой покажут вам этот замечательный комплекс упражнений делайте его каждый день и вы будете здоровы небольшой комплекс упражнений для стоп некоторые упражнения вам знакомы некоторые вы увидите возможно в первый раз но самое главное это правильность выполнения упражнений и так упражнение номер раз стопы параллельно на ширине таза и это самый обыкновенный подъем носки пятки сначала мы покажем неправильный вариант как часто это выполняют носки на пятки подъем на носки на пятки на носки на пятки и сбоку обратите внимание это выглядит следующим образом носки пятки когда идет работа в области поясницы таким образом не прорабатываются мышечно-фасциальные цепи и все мышцы голени и стопы мы предлагаем следующий вариант когда вы выполняете это упражнение стабилизируйте мышцы кора и подъем на носки на пятки делайте с прямым без прогибов позвоночнике выполняем носки пятки перекат вы видите и сбоку теперь это выглядит следующим образом носки пятки полностью прямое тело и включение миофасциальных цепей передних и задних это первый вариант следующий вариант когда пятки вместе носки в розь то же самое упражнение здесь еще включаются ягодицы и дополнительные миофасциальные цепи носки пятки носки пятки да перекатываться можно чуть быстрее и сбоку это также выглядит абсолютно туловище прямое носки пятки и вот так 10 повторений вот таким вот образом прямое и еще один вариант это когда носки вместе пятки в розь скосолапить ноги здесь самое главное когда вы будете делать это упражнение следите за тем чтобы ноги не выходили стопы не выходили в положение параллельно до здесь следить за стопами это самый сложный вариант потому что здесь подключается мышцы голени которые мы практически не используем в повседневной жизни носки пятки носки пятки и очень хорошо держим корр отлично сложно да потому что хочется завалиться назад прогнуться в пояснице и сбоку это также выглядит очень ровно со стабилизацией поясничного отдела носки пятки это упражнение номер раз по 10 раз каждого варианта упражнение номер два мы ставим стопу на носочек назад вот так это выглядит на носочек на пальчики и во фронтальной плоскости перекатываем с большого пальчика на носочек это движение небольшое на носочек на большой пальчик носочек большой палец да и в другую сторону хорошо на большой пальчик да в эту сторону вправо и влево и вот такая вот разминочка это где-то тоже 10 раз на каждую ножку упражнение номер три это самое сложное упражнение для нейронных сетей мозга мы стоим на одной ноге вторая ножка вперед на носочек на весу и на себя мы сгибаем только пальцы не сгибая стопу в голеностопном суставе пальчики раз да очень часто вы будете наблюдать следующий вариант когда при сгибании сгибается и стопа мы стопу держим максимально разогнутую и пальчики на себя раз два три четыре здесь это нужно делать со временем гораздо быстрее и так вот двадцать раз на одну ножку и на вторую ножку если вы будете делать все упражнения которые мы вам сегодня показали стопы действительно будут фундаментальной опорой вашего организма и здоровы точно друзья вы на канале прикладная кинезиология опыка для того чтобы всегда быть в курсе наших новых видео нажимайте на кнопку в левом углу экрана и подписывайтесь на канал не забывайте нажимать колокольчик ну а прямо сейчас вы можете перейти на следующий видеоролик и посмотреть что интересного есть по прикладной кинезиологии прикладная кинезиология опыка все самое полезное и интересное для личностного и профессионального роста прикладная кинезиология опыка Продолжение следует...